Мы сейчас находимся в Хасанбаре. Это Махаля Исламабад. Вот такая легкая продвуга. Тут вот такой вот старый Махаля, достаточно много деревьев и тут приятно находиться. И вчера я прогуливаюсь, нашла тот огромный дом, который я примерно лет 10 назад видела. Он до сих пор не закончен. Сейчас пойдем посмотрим, поснимаем. Вот смотрите, гранаты на улице пасмурные и легко, потому что не солнечно. Снимать будет довольно легко тут. Очень много гранатов. Это вот улица, она очень просторная. И вот такой вот интересный дом, таким нетрадиционным для Узбекистана входом. Смотрите, тут лестница, центральный вход. Прямо снаружи находится вот этот вот девичий виноград. Смотрите, как он. Тут очень красиво. Очень красиво тут. Конечно, неухоженно, но все равно, туда все зелено, все красиво выглядит. Вот эта улица, она не завершена. Там в конце огромный дом. До сих пор есть тут. Хотя давно уже закончился. Сезон тут уже давно закончился. Смотрите, как он крупный. Никто его давно не ест, конечно. Кот, наверное, не ест, конечно. Нет, сюда и нельзя. Что? Вот смотрите. Вот это вот прям это место. Ну, походьте на возвышение, и тут ветрено, и там сильный спуск. Вот этот вот дом мне очень понравился. Смотрите, какой он красивый. Вот такой, как я люблю. Он очень лаконичный. Смотрите, какой он. Такой вот красивый дом. И вот такой вот спуск. Зимой, конечно, тут, наверное, классно кататься, если достаточно холодная зима будет. В детстве мы встраивали катки вот в таких вот местах. Вот, смотрите, какой дом с башенками. И вот этот вот интересный домик. Такой он небольшой. Он по сравнению с остальными. Он маленький. Но такой интересненький такой. С колоннами. Незавершенный. Симпатичный такой. Такой вот красивый дом. Он такой интересный. Почему-то за ним никто не ухаживает, что ли. Такой. Любой человек может зайти прогуляться. Планировка интересная, наверное. Где же я этот дом видела? Я постараюсь найти его. Ну, вот этот вот дом, который я лет 10 назад видела. Он просто огромный. И вот эта вот улица обширнейшая. Такая широкая улица. Но тут почему-то всегда жарко. В такую же сторону я и шла. Ну, вот такой вот. Ну, что-то я не совсем поняла. Это немножко страшненько выглядит. Тут дома большие. Прямо такие же. Такого же размера, как Махалеми и Лазор. Более такого современного варианта. И впереди такой квартальчик. Сильно отличающийся. Там очень ухоженный. Там красивый. Но, к сожалению, в прошлый раз мне не позволили снимать. Потому что... Ну, как мне вежливо объяснили, что были случаи... Ну, часто бывало случаи краш. Поэтому... Я не думаю, что за такие попорота и с такой охраной, и с таким наблюдением могут быть какие-то кражи. Вот этот вот дом угловой маленький. Ну, я постараюсь найти этот дом. Но я как-то уже запуталась. Сейчас пойдем прогуляемся. Тут баранчики. Вот этот вот дом. С боковой стороны. И вот центральный вход сам по себе. Вот это вот место. А Хасамбай, вот именно вот эта вот местность, Исламабад Махаля, она отличается тем, что тут дома расположены хаотично. Тут нет определенной линейки, по которой ты мог бы легко ориентироваться. Вот смотрите, тут и коры. Мы прошли там один дом, где очень много коры баран. Но, к сожалению, записаться не получилось. Вот такая вот местность интересная. Тут уже большая часть домов, она новая, в новом стиле. А живут, конечно, тут не во всех домах. Такого типа дома было уже. Я снимала в этой Махале. Ну, с таким акцентом, таким входом, который ходил вдоль дома. Точно такой же дом был уже. И вот такой вот дом. Интересный. Вот. Кажется, тут тоже тупик. Ну, короче, непонятно. Где же я этот дом видела? Может, пройдем туда? А, вот. Где-то вот здесь. Сейчас. Этот или не этот? А может, когда мы с мамой прогуливались тут 10 лет назад, был один дом, он в четыре этажа был, его, наверное, снесли. Или, может быть, вот этот вот дом. Как-то его перестроили. Здесь так снесли там лишние этажи и сделали поменьше. Вот этот вот. Он тоже возвышался вот так вот. Вот Махаляк. Кажется, этот дом, ну, тут какие-то странные пристройки сделали. Вот такие вот угловые. Понятно. Вот так круглой башни не было. Сюда не видно. Вот такой вот гигантизм тут. Сейчас поднялись на лестницу. Поснимать сблизи, как это дом выглядит. Ну, тут вообще такие прям особняки огромные. Кажется, это не тот дом. Потому что он намного меньше того, что я видела раньше. Он был в четыре этажа. Вот этот вот дом огромный. Очень такой продуманно и построен. Потому что тут достаточно большая земля осталась. И вот такая вот Махаля интересная. Ну, тут что-то жгутый запах какой-то странный. И вот этот вот дом. Странный такой. Он находится на возвышении. Ветрено. Тут уже большая часть домов. Она старой постройки. Тут такие без старыми рамами. Вот такая вот полтора этажка. Тут уже более новая постройка. Вот такая вот Махаля. Очень длинная. И как видите, тут все дома старые. Это все в домах. Более или менее интересно. Мне показалось вот этот вот дом. А тут очень интересные ворота. Красивые. Всяких там бочерных украшений. Смотрите, как благородно и массивно. Вот этот вот дом какой-то такой заброшенный. Тут никто же не живет. Прям старые рамы. Вот эти вот защитные шторы. Непонятно, живет или нет. Но по крайней мере тут, наверное, квартиранты какие-то. Вот. Но дом не заселен. И вот этот вот дом. Непонятно, конечно. Кажется, это тоже старый дом. Наделку ее свежую сделали. А сама постройка старая. Тут по окнам видно. Прям очень старый. Спустились. Мы здесь были. Хочу показать. Так как улицы слишком длинные, там очень много народу было. Я прекратила сниму съемку, потому что возникает очень много вопросов. Для чего вы снимаете? Снимаем днем, когда народу не много. А так вот. Сейчас пройдемся по параллельной улице. Посмотрим, как там. Вот так. Вот этот вот дом. Интересно, что тут отделку сделали только из внутренней части дома. А снаружи она остается в серой. Вот отсюда мы спустились. И идем вперед, посмотрим, что там. По-моему, дальше находится уже зенит. Я не особо разбираюсь в этой местности. Вот такая вот улица. Довольно большая, просторная. Тут акации растут. Ну, как-то. Интересных зданий. Что-то я не особо вижу. А, вот, смотрите. Вот такой вот навес тут. По-моему, это частная территория. И, конечно же, если не ошибаюсь, то пик. Сейчас посмотрим. Ну да, как всегда. Вот тут очень много винограда. И вот этот вот дом красивый. Сверху я его видела. Сейчас снимаем. Вот тут очень приятно. Прямо молодцы. На всю территорию сделали вот такой вот навес. И тут растут гранаты. И тут зелено. Так красиво. Прохладно. Дальше мы не пройдем, потому что там идет стройка и тупик. Вот тут очень много винограда. И красивый тут. Прям такой ухоженный виноград. Смотрите. Вот этот вот декоративный виноград тоже красиво смотрится. Единственный минус, потому что он только по-моему, до осени. Он такой зеленый, потом он красный, а потом зимой он лысый. Мне нравится больше плющ. Ну, плющ, по-моему, растет медленнее. Там какой-то квартал из Абада. Ну, тут старые улицы уже, более ранние постройки. Тут, по-моему, школа. Подписывайтесь на наш канал! Ну да, вот впереди красивый домик, симпатичный такой. Вот такой большой дом. Тут размеры домов, они умеренные, они такие огромные, как Мирозорье, но есть, оказывается, одна улица, там тоже такой гигантизм вовсю. Там, по-моему, двухэтажки прям супер-супер огромные. Вот это вот непонятно, это что? Это застройщик построил такой дом для продажи, по-моему. Да, тут тупик, опять тупик. В Хасамбае везде тупики. Тут уже частная территория, по-моему, сюда мы не зайти не сможем. Ну, тут несколько домов, три или четыре домов объединенные. Смотрите, какой урюк интересно растет. Такой зонтичного типа. Первый раз такое вижу. Интересно. Как-то так дерево обвили. Вот, смотрите. И получилось, что дерево такое прям. Кромно. Типа зонтик. Вот это вот махаля уже напоминает мое детство. Старая махаля. С таким. Он не совсем прям старый дом. Но в старом стиле. Вот сюда. И сюда. Тут, по-моему, намного более зелено. Пойдемте посмотрим, что там. Типа зонтик. Тут в конце, по-моему, есть какой-то дом. Не особо видно. Приближь. Обидно, а вот тут смана будет. Вот здесь такой вот дом. Полностью из кирпича. Тут очень тихо. И очень много деревьев. Мне тут очень понравилось. Ну алейкин салам. Вот такой вот, смотрите, красивый отделик. Такая вот длинная улица. Мне понравились вот эти вот елочки. Круглую, красивую форму. И сам дом очень красивый. Такой лаконичный. Ну, проблема вот этой махалель в том, что тут дома расположены как-то в разброс. Есть постройки. Есть свободная земля. Вот тут как-то что-то там в поле что-ли. Да. И вот эти вот навесы старые. В старом стиле мне очень понравилось то, что тут везде вот эти вот навесы для винограда. Вот такой вот дом. Вот такое ощущение, что тут никто не живет. Тут окна все замурованные. Улица такая со старыми постройками. И вот заметно, что тут в большинстве из домов никто не живет. Окна нечистые такие, грязненькие. Все замуровано. Дома довольно большие. Ну, вот это вот суре само. Мне очень нравятся. Вот эти вот навесы специальные для винограда. Вот такое придает. Приятную такую атмосферу. Ну да, такое ощущение, что тут вообще никто не живет. Потому что уже позднее время все должны возвращаться с работы. Тут должно быть полно народов. Может быть я и ошибаюсь, но такое ощущение. И это заметно, знаете, по какому признаку. Вот смотрите, тут винограды. Они растут вниз неухоженно. Прям все, все шторы, все окна, они затянуты с внутренней стороны. Тут тоже какой-то тупик. Вот такая вот просторная улица. Она как бы связывает, по-моему, 3 параллели, 4 или 5 параллелей улиц. Там вот очень красиво. Сейчас поснимаем, что находится впереди. Д歪, vent. Сейчас, после минуты с Субтитры создавал DimaTorzok Мне очень понравилось, что тут очень много деревьев. Они все очень ухоженные. По-моему, это и есть этот зенит. Смотрите, вот такой вот дом. Очень такая концентрация всяких хвойных деревьев. Тут очень красиво. И курица. Вот такие вот деревья.